Если бы мы были на той стороне Адриатического моря, вот за этими островами, там далеко, то этот автомобиль бы назывался Kia Cerato. По-итальянски Cerato значит натертый до блеска, натертый воском. Но у нас автомобиль пока еще новый, воском его натерать не надо. И называть мы его будем не Cerato, а все-таки более привычным Cerato. Ослепительно красивым Cerato, конечно, не назовешь, но в целом силуэт машины гармоничен. А вот морда очень симпатичная. Диодные фары с четырьмя лепестками в топ-персиях выглядят дорого. Черная вставка в нижней части бампера добавляет дерзости. Фирменную решетку называют улыбка тигра. Образ, конечно, красивый, но лично мне не очевидный. Он губы поджал, что ли? И вот сзади не все так однозначно. Поворотники и лампа заднего хода перенесены на бампер. И если эстетически к такому решению привыкнуть можно, то вслякость их закидает в момент. Кстати, особенно в ненастную погоду пригодится функция автоматического открывания багажника. Нужно просто подойти к нему с ключом в кармане. По идее, у нас в топ-версии Premium Plus она должна быть установлена, но что-то пошло не так. Я стараюсь, но что-то мне не получается. Сымитируем, что он открылся сам. На самом деле я делаю это с ключа. Смотри. Тут на самом деле не пружина, а какие-то пруты, которые за счет своего скручивания выталкивают багажник, и им вот теленок не хватает. То есть они чуть-чуть могут приподнять, а до конца довести, ну так не очень премиально получилось. Номинально объем багажника довольно внушительный для этого класса. 502 литра. Но по восприятию ничего сверхъестественного. Зато пространство хорошо организовано. Из-за того, что у нас здесь самая дорогая версия, здесь память сидений. И вот на самом деле сейчас кресло отъехало сантиметров на 7 назад, ну для удобства посадки. Но правда тут есть палка о двух концах, потому что здесь значит тоже стало автоматом на сантиметров на 7 меньше. Вот я сейчас попробую сесть за собой с отодвинутым. Ну в принципе даже так помещаюсь, ну почти на пределе комфорта, но нормально. Если сейчас ты сядешь заведешь, она отъедет, то вообще будет неплохо. Ну по голове разве что так. Плотненько. Но в целом жить можно. Салон Cerato простенький, но выполнен аккуратно. Кнопки крупные, символы на них хорошо читаемы. Пластик тактильно приятен. Какого-то благородного щелчка от них ждать не стоит, но в целом вполне себе. Главный вопрос к двухзонному климат-контролю. Сам блок выглядит устаревшим и вообще внешне напоминает кондиционер. Красная подсветка не очень радует глаз, к тому же дисплей слепнет на солнце. Да и настройка оптимальной температуры та еще задачка. Из центрального дефлектора мне все время дуло в руку холодным воздухом. И в итоге после всех попыток найти оптимальную температуру и направление потока, я просто перекрыл воздуховод. А вот 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы хорош. Отлично реагирует на нажатия, никаких тормозов. Но он положен только дорогим версиям. В базе малюсенький монохромный экранчик. Руль несколько перегружен клавишами, но привыкнуть можно. Понравилось, что качельки громкости и переключения трека на левой спице различаются тактильно. У нас в Stinger они одинаковые и это не очень удобно. Приборы вписываются в общую концепцию интерьера. Тот случай, когда чем проще, тем лучше. Белые цифры на черном фоне отлично читаются, а нейтральная подсветка не раздражает в темноте. Неплохая обзорность у Cerato. Вот я сижу довольно близко к рулю из-за особенностей посадки. И вот край лобового стекла у меня даже где-то за границами периферийного зрения, поэтому мне вообще потолок на голову не давит. Толстоватые стойки, но это компенсируется за то небольшой зоной недочистки, буквально пара сантиметров. Зеркала заднего вида не очень примечательные. В принципе, все, что нужно, видно. Особых претензий нет, но и сказать, что какие-то шикарные виды там открываются, тоже я не могу. Зато вот в салонном зеркале и в заднее стекло очень неплохая обзорность, особенно если не поднимать подголовники. Они сейчас у нас опущены, и поэтому прям видно все здорово. В движении обращает на себя внимание абсолютно пустой акселератор. Выжимная пружина очень слабая. Вот я нажимаю на педаль газа, и у меня ощущение, что у меня нога затекла, и я вообще не чувствую сопротивления от педали. То есть это еще одно место, где в Kia пожалели поставить нормальную пружину, чтобы какая-то была такая обратная связь именно по педали. И это обидно, потому что на самом-то деле автомобиль очень неплохо следует за педалью даже в среднем диапазоне оборотов. Например, на Tucson этот же мотор надо крутить, чтобы получить ускорение. А здесь удобно ехать, даже когда стрелка находится на 2-3 тысячах. Режимов движения 4. Стандартный комфорт, экономичный эко и адаптивный смарт. Они переключаются с помощью клавиши выбора режима. Но в этом меню нет спортивного алгоритма. Интересно, что спорт включается не в этой менюшке, а отклонением селектора коробки передач влево. В спорте острота отклика только усиливается, и управление тягой тут заслуживает очень хорошей оценки. Жаль, что он по умолчанию подливает лишнего синтетического усилия на руль. Обычный режим работы электроусилителя более комфортен. Тут бы добавить индивидуальную программу для каждого агрегата. 150-сильный мотор непримечателен в предельных режимах. Разгон до сотни занимает 9,8 секунды. Но мало того, что его не хочется крутить в отсечку, не возникает желания даже поднимать обороты выше 3000. Преодолев эту отметку, двигатель начинает прямо завывать. Гул особенно заметен на фоне хорошей шумоизоляции. Даже на высокой шоссейной скорости акустически комфортно в высоком уровне. Можно разговаривать в полголоса. А вот стоит съехать с хорошего асфальта, тут же появляются вопросы к плавности хода. Вот чуть-чуть менее гладкий асфальт, чем везде. Вот какие-то заплатки появились по мелочи. И все, сразу мы начинаем двигаться очень активно вместе с автомобилем. Ситуацию усугубляю 17-дюймовые колеса, которые идут на топ-версиях. На машинах попроще 16 дюймов, а в базе и вовсе 15. Не исключено, что и тут скромность красит. В Хорватии мне так и не удалось найти покрытие, которое по качеству напомнило бы типичную российскую дорогу. Укатанную фурами, с ямами, небрежными заплатками, ну и прочими сюрпризами. Об энергоемкости подвески можно судить только по дорожке, которую я нашел около побережья. По глубине ям она сопоставима с каким-нибудь нашим дачным проселком. Ухабы там довольно глубокие, но Церрата держался молодцом. Ни разу не ударился днищем и не цепанул бампером. Ты таблетку выпил от укачивания? Потому что смотри, куда мы сейчас поедем. Готовься. На самом деле, на серпантине Церрата не продемонстрировал ничего интересного. Система стабилизации не отключается полностью, поэтому в предельном режиме автомобиль просто повисает на внешнем переднем колесе, подача газа ограничивается, и ты свизгом шин, но без особого азарта проходишь шпильку. Провоцируя занос резким перераспределением массы, ничего, стабилизация грубо его пресекает. При перестроениях или на длинной дуге машина охотно реагирует на движение рулем, но на этом вся спортивность заканчивается. Хотя вот у тормозов настройка агрессивная. Механизмы резко прикусывают диски уже в начале хода педали, дальше управляешь интенсивностью замедления усилием. Эффективность тормозов отменная. В отличие от молодежного Сида, Церрата позиционируется как машина для семейных людей в возрасте 30-35 лет. При этом у него не слишком семейный ездовой комфорт, да и в некоторых повадках заметна какая-то претензия на спортивность. Но ведь при этом и к лихой езде автомобиль не очень-то располагает. От всего этого образ Церрата получается несколько размазанным.